За этот период, пока русских не выгнали из-под Киева, тебя даже в плен брали или пытались взять? Расскажи, что это было? Нет. Это смешная история была, потому что у нас же, понятно, не было тут ни воды, ничего не было. И мы ходили такие немножко замурзанные, холод собачий, мороз еще ночью. И у меня сосед уехал там еще до войны, ваш коллега, ютубер, крутой парень такой, уехал в Испанию. А я знал кот его дома, потому что мы там дружим близко. Я понимаю, что дом стоит пустой у него, и там есть вода в туалете, там все есть. Я думаю, пойду кайфану, по-людски, знаешь так. И взял с собой все аксессуары, необходимые для этого. И утречко такое, где-то 7 утра, только может 8, расцвело. И я иду. И тут из кустов выходят три таких с кривыми ногами, метр пятьдесят в кепке, узкопленочные такие воины, пулеметчик и два автоматчика. Видимо, разведгруппа, я так понимаю. Они мне такие, стой! Я так, оп! Я говорю, тихо-тихо, ребята, тихо-тихо. А это у меня на участке, внутри было прямо. Я говорю, тихо-тихо. А он говорит, почему вы по нам стреляете? Он мне говорит. Я говорю, кто стреляет? Я говорю, кто стреляет? Посмотри в эти глаза. Я ему начал рассказ какой-то рассказывать. Я помню, что я мел ему какую-то вообще пургу про то, что я кинорежиссер, я какой-то пургунет. Вот. И я ему вот так говорю, ты, говорю, мерзавец. Я говорю, ты мерзавец. Я ветеран. И, видимо, вот это слово ветеран на него как-то повлияло. Ну, видимо, у них это как-то в подкорке зашито, что ветеранов нельзя обижать. Вот. И они меня не обыскали. Они обыскивали всех. У меня в кармане была армейская рация и наша внутренняя рация. И телефон со всеми геолокациями был в другом кармане. Если бы они меня обыскали, со мной бы вообще никто даже не разговаривал. Это просто боженько просто тёмнул в этот раз вот именно в это место. Я это место сейчас обхожу стороной, там, где они меня взяли в плен. А второй раз я шёл по... А, я зашёл в этот дом. Я говорю, что мне надо. Ты что, дурак? Я говорю, ты хочешь, чтобы я опозорился прямо здесь? Вот. И они меня отпустили. Я зашёл, а вышел из другой стороны, с другой стороны дома. Ну, то есть и ушёл оттуда. А второй раз они в прицеле. Держать, держат меня там. Стой, стой, стой. Вот. И расстояние далеко. Я не понимаю, будут они что-то. Это здесь же. У нас же посёлок здоровен. Нет, здесь же та же группа тебя. Нет, нет, нет. Другая. Это уже другая группа. Их же здесь много с разных сторон было. Вот. И в какой-то момент времени один мой приятель проходил мимо из забора, кричит ему этому. А русский не понимает, кто это. Расстояние большое, где-то метров сто. Они тогда стреляли по всему, что ходит вообще. То, что движется, по всему стреляли. То есть не разбирались. И вот. И он кричит. Это свои. Товарищ мой кричит. Свои. В спину ему кричит. И вот это он поднял автомат. Проверить, свои или не свои. И в этот момент вот эта вот пауза меня спасло. Второй раз боженька тёмнул. Да. Я думаю, ну это же для чего-то произошло. Ну что-то же я должен сделать. Вот. И сейчас мои друзья, когда звонят, мне спрашивают, ты где? Я говорю, там, мы в Очакове. Они говорят, крепко пи*** тебя обидели. Ты уже, говорит, вот за ними гоняешься. Я говорю, да. Я говорю, да. Ну вот не надо было им, конечно, этого делать. Не надо было. Потому что разозлили они, конечно, людей сильно. Причём разозлили не то, что мы на них злимся. Злости нету никакой. Их просто убивают. Точка. А как можно по-другому относиться к оккупантам? Никак. К оккупантам, которые пришли пытать, убивать, насиловать. Мирное население. Детей. Да. Три варианта у них есть. Уйти, сдаться в плен или умереть. Три варианта. Нету четвёртого варианта, понимаешь? Андрюш, давай вот уже про период после того, когда Киевская область всё нормально, русских выгнали. И дальше события стали развиваться для тебя. Я так понимаю, что ты решил, собственно говоря, эту тему продолжить. Вот где ты за это время был? И из того, что ты можешь рассказать, расскажи, какие ситуации, насколько, ну, были ли ситуации после этого, когда вот смерть ходила рядом, очень рядом. Может быть, ты можешь рассказать о каких-то историях наших, ребят, героических. Лесенька, смотри, этих историй просто вагон и маленькая тележка. Возможно, я не думаю, что это героические поступки какие-то. Там эти героические поступки сплошь и рядом происходят. Произошло всё очень банально. Командир позвонил, вот этот парень, с которым я начал сотрудничать, позвонил и попросил отправить в Беларусь двух офицеров. Тогда орки вывозили в Беларусь беженцев. То есть они, когда собирали мирных, они говорили, что выезд есть только в Беларусь. То есть в Киеве нельзя, потому что бои. В ту сторону нельзя, потому что бои. Здесь на месте нельзя, потому что обстрелы. Если вы хотите выжить и остаться, выезжайте на Беларусь. Вот. И в них они открывали зелёный коридор только в сторону Беларуси, если кто-то хотел выезжать. Вот. Это если ещё повезёт тебе очень сильно. Вот. И мы поймали такое окно, и вместе с беженцами, это было в самом начале, отправили туда двух офицеров. То есть они, понятно, что они были под прикрытием. Можно уже говорить, потому что они уже давным-давно вернулись сюда. Вот. Потому что это было очень важно, получать оттуда информацию. После этого мне поставили задачу вывезти две семьи из зоны оккупации. Вот этих ребят, которые согласились идти в Беларусь, чтобы ты понимала. И у них условием, одним из условий было, что их семьи вывезут. И мы их загрузили и вывезли в город Герой Каменец-Подольский. Вот. Я их поселил к Игорю Баленко в гостиницу «Семь дней». Вот. Благо там Игорь Баленко, кстати, браво ему. Потому что они, конечно, просто вот всё, что могли делать, они помогали. Ни денег, ничего. Вот. И, понятно, я сразу постригся, помылся, быстро съел две пиццы, потому что там пицца вкусная. Вот. И мы в машины прыгнули и уехали обратно. После этого мы ушли на Харьковское направление, то есть мы были на Харькове, были, ну там это район Дергачей. Вот. Я показывал тебе. Вот так называется наше подразделение. Подразделение называется «Ахилл». И это же подразделение там до, наверное, до конца октября находилось в Харькове. После этого короткий период. В Харькове, понятно, мы заходили в Купянск, знаменитый. Купянск, да. И моя любимая Кевшаривка, мы тоже туда зашли одними из первых, ну не первыми, одними из первых зашли. Есть такое село, Кевшаривка называется. Это почти там, наверное, граница где-то там от Харькова, наверное, с Луганской областью или с Донецкой. Я в географии не очень. Вот. И увидели наших людей, которые там под оккупацией хрен знает сколько стояли. И мы когда туда ехали, товарищ мой говорит, вы куда, говорит, едете? Мы говорим, ну туда в сторону, попробуем двинуться туда в сторону Кевшаривки. И он говорит, возьмите с собой еду. Я говорю, у нас есть еда с собой? Он говорит, нет, ты не понял, говорит, у вас, вы на чем едете? Я говорю, у нас два пикапа. Он говорит, возьмите с собой еды столько, сколько поместится в пикап. Я говорю, зачем? Он говорит, потом узнаешь. И мы заехали в маркет, просто в маркет, в Харькове. загрузили полные багажники еды. Ну вот все, что было там. Не вкусняшки, а именно еды там. Какие-то консервы, какие-то макароны. И мы когда приехали в Киевшарифку, мы поняли, о чем идет речь. А там люди голодают. Реально. Ну то есть, реально без воды. Ни одной скорой помощи. То есть, просто отрезанная от мира. Мы туда кинули клич, конечно, харьковские волонтеры туда навезли. Какой-то фонд Рената Ахметова туда что-то повез. Это мне уже телефоны сбрасывали. Благо, что у меня большая страница в Фейсбуке. Короче, накормили. Накормили там пипу. А касательно твоего вопроса по поводу героизма. Это сложно сказать. Потому что люди же не думают об этом. Понимаешь? Люди думают о том, чтобы выжить. И люди думают о том, чтобы выжил их товарищ. И люди думают о том, могут они сделать некое действие или не могут сделать. То есть, по силам оно или нет. То есть, если у них есть уверенность в том, что они могут это сделать, ну, тогда они это делают. Ну и люди вокруг думают, что это героизм. Вот, например, у меня... У нас, кстати, очень мало потерь было. Очень мало. Сравнительно с другими подразделениями. Потому что когда мы туда пришли, а там же молодые пацаны, ну, то есть, вот простые там... Ну, то есть, простые, мобилизованные водители, бывшие водители грузовиков там. Ну, вот разные люди совершенно. Вот. И понятно, что их надо было немножечко подкорректировать, сделать так, чтобы они были более опытные, более грамотные, более хитрые, более изворотливые. А кто, как не я, может этому научить? Понимаешь? Ну, ты ж... Ну, есть же опыт, понимаешь? Есть же опыт, да. Ресторанный бизнес дает о себе знать, да. Плюс хорошие рецепты, да. Что немаловажно, да. Вот. И понятно, что мы каким-то образом их подтягивали, их уровень подтягивали. Я расскажу про Сашу Экстрима, парень, который с Воскресенки, киевлянин. Вот. Он пулеметчик, ПКМщик. ПКМ называется Покемон на фронте, да. Боже, сколько мне сообщений приходит разных. Вот. И что делает пулеметчик? Пулеметчик прикрывает отход группы. Когда группа зайти туда, ну, вот в любое место, несложно. Ну, то есть несложно. А выйти? Очень сложно выйти, да. Это, получается, вот зашла группа, они там сделали работу, засветились, ну, то есть и надо выходить обратно. Или оставаться там ждать наших, или прятаться там, зарываться. Вот. Ну, в основном, понятно, выходят, понятно, под прикрытием там артиллерии. Вот. И вот этот ПКМщик, он мастерски, грамотно очень прикрывал вот эти выхода. Я ехал как раз в Киев за припасами, потому что здесь немцы мои, американцы тут напередавали нам разных вкусняшек, там, куча тепловизоров, там, куча прицелов, куча ночников. Ну, то есть правильная совершенно техника. От оборудования зависит очень много. И мы так вот, ну, вот крепко, крепко запаковались там всем, там, включая сублимированной едой какой-то, там, одеждой, транспортом, топливом, да. Ну, ты же понимаешь, я если заряжусь, то я найду там все, я там могу бригаду обеспечить, да. Вот. Ну, и мы с ним договорились, он говорит, слушай, привези мне на ПКМ хороший тепловизор. Я позвонил подружке в Америку, она купила ему правильный теплик, там, хороший, вот, передала мне, вот, и я привожу, а он погиб. Ну, некому передавать, да. Вот. И его забрали, он лежал, лежал на позиции, прикрывал отход группы, вот, и передает парадейке, передает, говорит, экстрим трехсотый, ну, попало в него пуля, осколок, я не знаю, что именно. А потом, видимо, увидел, что кровища хлыщет из шеи, вот, и сам передает, говорит, экстрим двухсотый, ну, то есть, он понял, что ему все, да, он заснул прямо возле пулемета, отстрелял БК, вот, а он дрифт, как вот эти, знаешь, тех, кто дрифтует на машинах, у него гаражи свои на Воскресенке были, нормальный, такой же, как и мы с тобой парень, понимаешь, вот, ну, вот, похоронили его на лесном кладбище, я считаю, что это герой, я не знаю, наградили его, нет, это будем после войны разбираться, вот, и таких случаев миллионы, люди бесстрашные, люди, которые ходят в заминированные посадки, ну, то есть, там, где они точно знают, что стоят там сотни противопехотных мин, это вообще, противопехотная мина, это жуткая, страшная, коварная вещь, которая поражает все, там, в радиусе, там, не знаю, там, от 50 до 200 метров, знаешь, вот, там, две тысячи осколков разлетается моментально, никто даже понять ничего не может, вот, ну, и были, конечно, такие, и оплошности, когда группа выходила, искать другую группу, группа первая погибала на минах, и вторая группа, найдя эту группу, разорванными полностью, передавала, что нашли группу, отходила пять метров, и подрывалась, на тех же минах, подрывалась вторая группа, ну, то есть, такое тоже происходило, вот, к сожалению, ну, вот, к сожалению, к этому привыкнуть невозможно. Андрюш, скажи, пожалуйста, ну, война, война, на войне очень много трагического, но одновременно с этим, ну, человеческий мозг, наверное, так устроен, организм, что включаются какие-то механизмы, и защищаешься юмором, на войне, при том, что... такой юморок, такой странноватенький, да. Вот он, да, вот я хочу у тебя спросить, а какие-то такие смешные ситуации были, вот, когда... Да, слушай, ну, конечно, ну, конечно, много всего, много всего было интересного, много всего было смешного, например, мы получили информацию, что уже тоже можно об этом рассказывать, потому что это, я считаю, что это спецоперация века была, когда получили информацию, что у человека в частном доме вскрыли сейф, орки в оккупации, я сейчас, ну, места не буду говорить где, но вот на оккупированной территории, вот, и в сейфе реально было 900, там, чем-то тысяч долларов наличными деньгами, вот, ну, и мы узнали об этом, понятно, и начали по закрытым, по открытым источникам переговариваться, возмущаться в эфире, что вот у товарища украли 4 миллиона 200 тысяч долларов наличными деньгами, и это такая проблема большая там, и как эти твари могли так поступить вообще, вот, и в какой-то момент времени, вот это подразделение, которое там стояло, их когда ротировали, это мы уже знали по своим источникам, их на границе встретила большая группа ФСБшников, и выяснили, искали крысу, кто украл 3 миллиона, которые не донесли, которые в общак не донесли, знаешь, ну, я думаю, что им делали колоннотерапию, я думаю, что заглядывали, вот, и по нашей информации, ну, понятно, что это непроверенная информация, колоннотерапия, наверное, да, да, вот, ну, проверить же везде надо, куда засунули же непонятно, тем более не совсем, не совсем они такие русские, украинские были, такие, немножко других национальностей, а жопы у всех одинаковые, уверяю тебя, да, вот, и где-то недели 3 их держали в карантине на границе между Украиной и Россией, не выпускали на ротацию, ну, то есть, следствие там, ну, короче, капец, я когда об этом узнал, мы ржали на рассудки, ну, я говорю, ребята, офф-кос, я говорю, вывезти, я говорю, на 3 недели боевой батальон, говорю, с войны, с фронта, я говорю, это дорогого стоит, в самое такое запеклое время, когда они на фронте нужны, с боевой техникой, со всеми делами, ну, такого много очень, Олесечка, я думаю, что это все после войны, я думаю, что после нашей победы, после того, как мы их отгоним, потому что, я думаю, что наша победа будет заключаться вот в этом слове, мы их отгоним, то есть, мы их отгоним на свою территорию, мы же не пойдем на российскую территорию. Мы заберем все наше, все свое. Да, ну, чуть-чуть их него, конечно, но буквально незаметно совершенно, ну, то есть, малесенькую такую цяточку, флаг над Кремлем украинский, да, и все, и хватит. Вот было бы хорошо, да? Кстати, ты на 9 мая ожидаешь каких-то у них сюрпризов на параде кремлемском? Да я не думаю, я думаю, ты знаешь, наши не любят вот такие показушные вещи, там, ну, я знаю там не со слов, ребята, ну, вот эти вот вещи все красивые, вещь должна быть эффективная, понимаешь, я ожидаю первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого, охренительные удары по их скоплениям, вот, от которых они просто воют, они просто воют, Олезь, они, люди не понимают, что происходит, я когда смотрю паблики там разные, публичные, вот, смотрю на, на плакс, там же у нас есть такие плаксы, которые, ой, все погано, у нас нема, нам ботинки привезли, нети, там, ну, знаешь, вот такое все, конечно, без проблем не бывает, там, ну, ну, и плакс много тоже, знаешь, их надо пожалеть, Это наши или русские? наши готовы умирать, понимаешь, в этом главное, вот эта фраза, готовы умирать, им есть за что умирать, это самое главное, это и есть девиз этой войны, русские не готовы умирать, понимаешь, не за что им умирать, И поэтому выиграет эту войну, победит в этой войне только тот, кто дойдет до конца. А они не могут дойти до конца. Вот в чем вопрос, понимаешь? И это и есть секрет Полишенеля. У тебя было две контузии, я так понимаю, за это время? Да. Ну, небольшие. Не говори никому только об этом, хорошо? А то меня потом никто не женится на мне. Скажут, да нахрен ты нам нужен, контуженный. Никому, только мы с тобой и несколько миллионов зрителей. Зрение немножко скачет, да. А скажи, а что за ситуации были? Разрыв рядом был. Близко, да? Все банально, да. Все банально. Олеся, смотри, я тебе хочу сказать, где-то процентов, наверное, 95, ну, я, может, ошибаюсь, может, 92 военных с одной и с другой стороны в глаза никогда не видели противника. Не видели, просто физически не видели. Видели с коптера, ну, картинку в экране. А так не видели. Работает артиллерия, работают минометы, работает дальнобойное оружие. Если уже идет стрелковый бой, то это, ну, вот сейчас это там, конечно, сплошь и рядом в трех местах, все знают об этом. Это Маренко, Авдеевка, Бахмут. Вот в этих трех местах. И еще лес по направлению к Лиману туда, там один лес там военный есть. Самое жаркое, ты имеешь в виду направление, где идут стрелковые бои, там где идут, да, группы заходят, ДРГ с двух сторон заходят. То есть зашли там 12 бойцов, с нашей стороны 30 бойцов. Наоборот, наших зашло 7, с их стороны 12. И вот идет постоянно такая гибкая, очень ползучая такая наступательная-отступательная операция, понимаешь?